Сегодня мы рассмотрим перевод небольшого фрагмента из сериала Яргы. Приговор. Фрагмент небольшой, слов немного, но мы всегда найдем интересные места, которые можно разобрать. Если такой формат вам понравится, то будет больше таких видео. Ну что, поехали. В фрагменте прокурор Илгаз злой на полицейских из-за того, что детали следствия, которые не должны были разглашаться, просочились в прессу. Смотрим. Илгаз говорит «Херкес и чери». Простая фраза, но все ли знают, чем отличается фраза «Херкес и чери» от «Херкес и чери». Я хотел бы обратить на это внимание. Смотрите, у нас есть «Ерьон зарфлары». Это наречия, место, направление. Их у нас немного. Основные это «Ичери», «Дышары», «Иляри», «Гери», «Юкары», «Аща». По-русски «внутрь», «наружу», «вперед», «назад», «вверх», «вниз». Кстати, слово «Ащагы», мы так не читаем. У нас последнее «Г» превращается в «А» и получается «Ащаа», как бы две «А». Это наречия, которые определяют направление действию, то есть глаголу. В таких случаях не добавляется падежный аффикс. Прокурор Илгас сказал «Херкес и чери». Также подразумеваем, что здесь есть глагол «Гирсин». Слово «суслик». Ты его не видишь, но оно есть. Таких слов «суслика» в турецком языке полно. В данном случае «Ичери» используется как наречие. Она указывает направление действия глагола. И мы эту фразу можем перевести как «все внутрь». Но также слова «Ичери», «Дышары» или «Ри», «Гери», «Юкары», «Аща» могут быть не наречием, а существительными, которые обозначают название места. В таких случаях к этим словам присоединяются падежные аффиксы. Для простоты вы можете понимать это как внутренняя часть, наружняя часть, задняя часть, передняя часть места и так далее. Но в зависимости от ситуации, эта часть места может переводиться по-разному. Так фразу «Херкес и Черея» в нашем случае можно было бы перевести «все в здание», то есть во внутреннюю часть здания. Или, например, «Дышарычик» переведем «выйди наружу», указываем направление, а «Дышарыачик» «выйди на улицу», то есть на наружную часть здания. А наружная часть здания у нас является улицей. Чтобы понять эту тему, нужно ее детальнее рассмотреть с большим количеством примеров. Тут мы это делать не будем. Может быть, сделаю отдельное видео по этой теме. Пишите в комментариях, надо или нет. Следующую фразу произносит комиссар Эрен, подгоняя людей, которые вяло двигаются. «Хайды аркадашлар, хайды хэппи низ». Давайте, ребят, давайте все. Хэппи низ, поэтому имеется в виду «все вы». Достаточно простые слова. Единственное, для новичков хочу сделать небольшую ремарку к слову аркадашлар. Когда вы начинаете изучать аффиксы принадлежности, то бывает, случается такой казус, что, во-первых, в разговорном турецком в определенных ситуациях аффикс принадлежности опускается, а во-вторых, не нужно его присоединять везде, где надо и не надо. То есть, хочу сказать к тому, что новички начинают ставить аффикс принадлежности везде, где надо и где не надо. Если вы обращаетесь к группе людей, и даже если это ваши друзья, просто говорите «аркадашлар». «Мяраба аркадашлар», «аркадашлар синемай гиделимми» и так далее, без аффикса принадлежности. Можно сказать «мяраба аркадашларым» или «аркадашларым синемай гиделимми». И это будет тоже правильно, но совсем не по-турецки это звучит. Даже если по-русски вы хотите сказать «привет, мои друзья», все равно по-турецки лучше будет сказать «мяраба аркадашлар». Такой небольшой нюанс. Смотрим дальше. Так как глаголы в турецком языке ставятся в конце предложения, очень тяжело переводить предложение, если вы услышали только его часть. Поэтому быть синхронным переводчиком турецкого языка очень сложно. Давайте посмотрим на предложение. Если дословно перевести, то получится «единственная вещь», «единственная вещь», «мы сказали» будет скрытой. Если правильно перевести с учетом контекста и того, что происходит в фильме, то переведем так. «Всего лишь единственная вещь», «единственная вещь», о которой мы просили, что это расследование должно быть засекреченным». Здесь обратите внимание, что слово «бир» в разговорном произносится как «би». Букву «ре» мы не произносим, за исключение случаев, когда это слово является числительным. Например, «бир калем и кисель яалдым» или «он дан бир делим баклава истедым». Во всех остальных случаях произносим как «би». Также вместо «оладжак» «ылгаз» говорит «олуджак». Это происходит потому, что в разговорном турецком аффиксы будущего времени произносятся немного по-другому. Некоторые буквы проглатываются. Я уже рассказывал об этом в другом видео, но повторим здесь для тех, кто еще не знает. Вот смотрите, у нас с левой стороны грамматическая конструкция, а с правой стороны разговорная конструкция. В будущем времени у нас есть аффикс, который присоединяется по большой гармонии гласных. Он у нас «аджак» «эджек». То есть если у нас последняя буква в корне глагола «а», «ы», «о» или «у», то используем «аджак». Если «э», «и», «о» или «ю» используем «эджек». То в разговорной конструкции у нас этот аффикс превращается в четырехвариантный аффикс. И уже он изменяется по малой гармонии гласных. Если «а», «ы», то у нас «ыджак». Если в корне слова последняя буква «э», «и», то мы используем «иджек». Если «о», «у», то «уджак». И если «э», «ю», то «юджек». Например, по грамматике правильно у нас будет «япаджак», а в разговорном «япаджак». «Гидаджек» в разговорном «гидаджек». «Бозаджак», «бозаджак», «беладжек», «беладжек». И также еще нужно обратить внимание, что для первого и второго лица и в единственном множественном числе личные аффиксы тоже немножко меняются. У аффикса «ыджак», «идек», «уджак», «юджек» выпадает буковка «к» в конце. И получается, грамматически правильно мы должны сказать «сатаджаум», но разговорным будет «сатыджам». Вот такие нюансы, которые вы должны знать для того, чтобы легко воспринимать разговорную речь. Смотрим дальше. «Истанбул'un göбеңде 4 cesет çıkıyor, biri ağır ceza reisine ait, yaşayan tek bir tanığımız var, o da yoğun bakımda». «Истанбул'un göбеңде 4 cesет çıkıyor, biri ağır ceza reisine ait, yaşayan tek bir tanığımız var, o da yoğun bakımda». «Истанбул'un göбеңде 4 cesет çıkıyor». В центре Стамбула найдены 4 трупа. Почему говорят не «Истанбулun merkezinde», а «Истанбулun göбеңде». «Истанбулun göбеңде» дословно на животе или пупе Стамбула, göbek – это живот или пуп. Но когда хотят придать смысл, что на самом видном центральном месте, то используют это слово. «Истанбулun göбеңде». «Дört ceset çıkıyor». «Dceset» – это мертвое тело или труп. Тела эти в сериале достали из колодца, поэтому они говорят «дёрт чесет чекёр» — дословно четыре тела выходят из колодца, но понятно, их оттуда вытащили. Но мы переводим «найдены четыре трупа». «Бери аэрджеза рейсине аид» — одно из тел принадлежит главе суда. «Аэрджеза» — это тяжкие преступления. Также есть термин «аэрджеза махкемеси» — это суд, где рассматривают тяжкие преступления. И слово «рейс» можно перевести как «глава». «Аид» — это означает «принадлежит», «принадлежать». Всё вместе «аэрджеза рейсине аид» принадлежит главе суда. Почему у нас «бери»? Потому что это часть изофета. Можно было сказать «бир джесет аэрджеза рейсине аид» или «джесет тлерин бери аэрджеза рейсине аид». Здесь «изофет джесет тлерин бери». То есть здесь у нас тоже есть такое слово «суслик», его нет, но мы подразумеваем, что оно есть. В предыдущем предложении рассказывалось про тела, и в продолжении мы подразумеваем, что есть такое слово «джесет тлерин бери аэрджеза рейсине аид». «Одно из тел принадлежит главе суда». Следующее предложение. «У нас есть только один живой свидетель, и он находится в реанимации». «Танык» — это свидетель. «У нас есть только один живой свидетель, который живёт». «Одна йоунбакымда» — и он находится в реанимации. Здесь всё просто. Смотрим дальше. «Азымызы сыкы тутмассак» — «Если мы не будем держать рот на замке», «Азымы сыкы тутмак» — «держать рот на замке». «Отчо джуа бищей олурса» — «Если что-то случится с тем ребёнком» — «не опычаксы нас», «А?» «Что вы будете делать, а?» «Азымызы сыкы тутмассак» — «Отчо джуа бищей олурса» — «не опычаксы нас», «А?» «Если мы не будем держать рот на замке», «Если что-то случится с тем ребёнком», «Что вы тогда будете делать, а?» Смотрим дальше. «Рахат уйабиличек мисинис» — «Вы сможете спокойно спать?» «Кендинезе бен иби полисим диабиличек мисинис» — «Дословно диабиличек мисинис» вы сможете сказать «Кендинезе себе бен иби полисим» — «Я хороший полицейский». И переводим всё предложение. Вы сможете называть себя хорошим полицейским. «Бичо джуу биле коруям ян кендине полисим фалан демисин затен» — «Пусть не зовёт кендине себя полисим фалан полицейским» — «Бичо джуу биле коруям ян» — «Тот, кто не может защитить даже ребёнка». И теперь всё предложение. «Тот, кто не может защитить даже ребёнка, пусть не зовёт себя полицейским». Смотрим дальше. «Ой сме ким сыздырды» — «Насы лолду банабулунаджак» — «Кто слил это имя? Как это случилось? Вы мне найдёте». «Ой сме ким сыздырды» — «Глагол сызмак» — «Просочиться». Он у нас стоит в понудительном залоге. «Сыздырмак» — «Значит сделать, чтобы просочилось» и в нашем случае «Слить». «Кто слил это имя?» «Насы лолду» — «Как это случилось?» «Банабулунаджак» — «Дословно это будет найдено для меня». Но так как он обращается к ним, то лучше переведём «Вы мне найдёте его». «Ой сме ким сызмак» — «Закрывать глаза на что-то» — «Попустительствовать». «Ой сме ким сызмак» — «Быть, послужить причиной или содействовать». «Ой сме ким сызмак» — «Спросить за что-то». «Гез юманада» — «Себеб оланада» — «Хесабыны» — «Соручам» — «Я спрошу всех» — «И кто попустительствовал» и «Кто содействовал этому». «Дуйдун Эрен» — «Булунаджако» — «Услышал Эрен» — «Вы найдёте его». Смотрим дальше. «Мазерет йог» — «Мазерет» — это оправдание, отговорка. «Мазерет йог» — нет оправдания. «Хатая хошкерю йог» — «Хошкерю» — это «терпимость снисхождения». «Хатая хошкерю йог» — «Больше нет терпимости к ошибкам». «Кредибитты» — «Кредит доверия к вам закончился». Когда говорим «кредибитты» — это переводится как «кредит доверия». «Ан нашел дымы» — «Понятно». Смотрим дальше. «Пардон Еткели» — «Пардон» — переводится «извините, простите». «Еткели» — это человек, у которого есть полномочия. Девушка пришла и хочет сделать заявление, но так как там всех много, она не знает, кому обратиться. Она хочет найти человека с полномочиями ее выслушать. Поэтому фразу «Пардон Еткели» мы можем перевести так «простите». «Кому я могу обратиться?» Так как комиссар Эрен по званию там главный, он говорит «Буйрун». Можем перевести как «мы вас слушаем». «Мелис Елмаз Бен» — «Оль-Дюде» — «Арадыныс Кищиим». «Мелис Елмаз Бен» — «Я Мелис Елмаз» — «Арадыныс Кищиим» — «Я тот человек, которого вы ищите», «Оль-Дюде» — «Думая, что он мертв». Все предложение «Мелис Елмаз Бен» — «Оль-Дюде» — «Оль-Дюде» — «Арадыныс Кищиим». «Я Мелис Елмаз» — «Я тот человек, которого вы ищите, думая, что он мертв». На этом наш фрагмент закончился. Надеюсь, в этом небольшом разборе вы найдете для себя полезные слова и фразы. Если вам понравился такой формат, пишите. Также можете предлагать фрагменты из сериалов, которые вы смотрите. Желательно, чтобы это было что-то из свежего. Спасибо за внимание. До скорых встреч!